Троицкий Сунгур 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 И возвращаться будет порядка 180-160 миллионов. Горовы здесь будут тоже особенные. Голщинская порода. Закупать их сумбурские животноводы собираются в Европе. Голщинская порода во всем мире считается самой обильно молочной породой, самой высокопродуктивной, с хорошей генетикой. Когда ферма будет введена в строй, то поголовое хозяйство составит примерно 2600 голов. А на дое здесь планируют увеличить строй. 30 тонн молока ежедневно – это примерно 80% показателей всего Новоспасского района. Или 12% для Ульяновской области. В самом центре Троицкого Сунгура находится еще один объект, получивший поддержку от федерального центра – местный культурно-досуговый центр. Его здание было построено в 1972 году. И 40 лет здесь не было капитального ремонта. В 2015 году было принято решение о том, что вступаем в федеральную программу устойчивого развития сельских территорий для того, чтобы провести реконструкцию нашего учреждения. Выделено было 16 228 440 рублей, 48 копеек, для того, чтобы модернизировать полностью и улучшить здание. Ремонт начался в августе 2016-го и был закончен буквально на днях. За эти полтора года было отремонтировано практически все. Заменили полы, окна. Были кардинально обновлены концертный зал, фойе, помещение для занятий местных коллективов. Возвели двухэтажный пристрой, в котором теперь размещается библиотека и музыкальный класс детской школы искусств. Сейчас культурно-досуговый центр Троицкого Сунгура приводят в пример другим сельским поселениям, как образцовый. По словам директора Натальи Бойко, концерт у них проходит теперь с завидной регулярностью. Выступают как свои коллективы, которых в Троицком Сунгуре немало, так и ансамбли из Ульяновской и других регионов. Показать гостям свой культурно-досуговый центр сумгурцам теперь точно не стыдно. Игорь Улитин, Юрий Конихин, Ульяновская правда. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА